Всем привет! Сегодня поговорим о хайпе. Этот механизм, который позволяет набрать быстро популярность при грамотном использовании. Посмотрим темы для хайпа, которые актуальны вот прямо сейчас и прямо сегодня их можно использовать и получить хороший результат. И посмотрим каналы, которые уже сняли видео на эти темы и что у них получилось. У многих выросли просмотры в десятки раз. Итак, самая популярная сейчас тема, которая волнует всех, это коронавирус. Тема глобальная, такое бывает очень редко, то есть во всем мире она интересна для всех слоев населения. И просто невозможно сейчас прожить день и не услышать никакой информации о коронавирусе, даже если специально ее не искать. Что сейчас происходит на YouTube? Если набрать коронавирус, в основном вылезают ролики, это телевизионные каналы, всякие программы на телевидении. Россия 24, Евроньюз, Первый канал, РБК, ну и так далее. Достоверная информация, это важно сейчас для людей по этой теме. Ну плюс у официальных каналов есть откуда эту информацию достоверно учерпать в свои источники. И как бы о чем рассказать, они могут рассказать что-то новое, в отличие от обычных людей, которые могут только опираться на информацию из интернета, ну и как раз из этих же самых новостей. Сразу обозначим минусы этой темы. YouTube не разрешает монетизировать ролики, но несмотря на это можно получить кучу бонусов в виде роста канала. Итак, что можно сделать, если вы хотите собрать больше просмотров на теме коронавируса, при этом сделать это довольно органично в вашей сфере? Ну в первую очередь тема очень благоприятная для медицинской сферы. Если вы доктор и можете с профессиональной точки зрения порассуждать о том, как обезопасить себя, о профилактике болезни, чтобы не заразиться вирусом и так далее, то это прям благоприятная тема для вас, действуйте. Результат прям будет положить не сто процентов, вопрос на сколько. Самый яркий сейчас пример это доктор Комаровский. Он прямо сейчас практически каждый день делает ролики и в основном про коронавирус. Давайте посмотрим, что у него было раньше. Я взяла несколько роликов и посчитала среднее количество просмотров. У меня получилось где-то 90 тысяч. Есть ролики 15 тысяч просмотров, есть ролики 300-400 тысяч просмотров. Ну вот это среднее. Что теперь стало с коронавирусом? Ролики набирают ну от миллиона до трех миллионов уже. То есть выстреливает каждый ролик. Смотрите, 2 и 9, 1 и 9, 900, 3, почти 2 миллиона, ну и так далее. Разница в просмотрах в 17 раз. То есть сейчас у него эти ролики с коронавирусом и ни один ролик далеко набирает 17 раз в среднем больше просмотров. Мне лично еще приятно, что хайп не на негативе. Он ничего не придумывает и не пугает, а говорит в принципе официальные данные, которые есть в официальных источниках и плюс свое мнение как профессионала. В основном это просто разговоры на камеру, ответы на вопросы, но он экспериментирует немного с форматами. Где-то про историю коронавируса говорит, где-то ответы на вопросы, где-то свое какое-то мнение и из достоверных источников, там сколько чего сейчас заболевших и так далее. Давайте посмотрим, что по подписчикам. Сейчас вот у него 2 миллиона подписчиков. Для этого нужно еще зайти будет в Social Blade посмотреть. Смотрите, последние дни каждый день у него прирост по 10-20 тысяч, 40 даже есть тысяч подписчиков, когда ну вот буквально еще в начале февраля не было такого сильного результата. Вот здесь тоже очень явно можно посмотреть, как в январе, феврале и марте сейчас выросли и количество подписчиков и количество просмотров. Кстати, почему с января? Сейчас у него темы про коронавирус участились, но и до этого он снимал ролики просто не так часто и ну практически все они тоже выстреливали по миллиону просмотров. По подписчикам в январе было миллион триста шестьдесят, а сейчас мы видим цифру 2 миллиона. За январь и февраль прирост был полмиллиона подписчиков и плюс еще 170 тысяч за последние две недели, то есть всего 670 тысяч. Согласитесь, впечатляет за короткий срок. Плюс ну если даже откроем ролик, увидим большое количество лайков и минимальное количество дизлайков при таком количестве просмотров. И если почитать комментарии, то в основном они положительные. То есть в принципе здесь все как бы хорошо просто со всех сторон. Если вы не доктор, но на вашем канале уместно интервью, можно пригласить доктора и обсудить проблему. Возможно, не только доктора, но, допустим, человека, перенесшего болезнь, чтобы он поделился своей историей, опытом. Или человека, допустим, с другой стороны, который сможет поговорить об обстановке за границей, можно провести, допустим, онлайн-трансляцию. У Дмитрия Гордона ролик один из самых популярных на канале, тоже миллион просмотров. Причем даже слова коронавирус нет в названии, но они о нем говорят прям с первых минут, если посмотреть. Что происходит в среднем на канале? Ну, конечно, стоит отметить еще, что просто какое-то нереальное количество роликов. То есть, смотрите, вот это вот все это только за один день. И это нужно учитывать. Если такое количество материала, то просмотров меньше, чем было бы, если бы он хотя бы раз в три дня выкладывал ролик. Люди просто не успевают смотреть. Вот. Ну и разница, конечно, огромная. То есть, есть там и 600, но в целом там в среднем по 30-20-4 тысячи. И тут миллион. Тема обсуждают политические каналы. Вот здесь пример. Обсуждают решения властей, исходя из обстановки. Но вот конкретно тут, допустим, не наблюдается особого взлета из-за коронавируса конкретно, да? Ролик набирает среднее, конечно, просмотров. Скорее всего, потому что политическим каналам и так есть, где разгуляться сейчас и хайпануть именно по профильной теме. Это изменения в конституции, экономика. Ну, об этих темах тоже поговорим чуть позже. Очень много примеров, где блогеры из других стран докладывают обстановку там, где они живут, что происходит у них на самом деле. В основном ловстайл и тревел-блогеры. Вот примеры, допустим. Ролик набрал почти 300 тысяч просмотров. Ну, существенно больше в 3-4 раза в среднем, чем остальные ролики. Еще пример. Ролик на канале Марины. Здесь тоже она просто делится обстановкой, что происходит на улице, что в магазинах, как она переживает, там, этот момент карантин, не карантин, сидит дома и так далее. Вот. Ну, тоже ролик набрал большое количество просмотров по сравнению с другими, но не так сильно выделяется, как, допустим, у Комаровского, конечно. Для блогеров поменьше. Это шанс набрать популярность. Вот здесь вот на канале Оксаны в среднем раньше было 10 до 10, я бы даже сказала, тысячи просмотров, а коронавирус сразу 148. Оксана тоже рассказала о ситуации в стране и о своем состоянии. У нее симптомы коронавируса и что она делает в данной ситуации. По подписчикам в среднем у нее был прирост раньше 100 подписчиков за 3 дня, а сейчас в один день может быть 600 подписчиков сразу. Просмотры раньше были 10 тысяч в день, а теперь 79. Статистика, скорее всего, дальше будет другая. Это не долгосрочный эффект, но все равно приятный бонус. Вот здесь у девушки прям весь канал стал посвящен коронавирусу. Она живет в Италии и раньше рассказывала про путешествия в Италию, на какие-то женские темы снимала, видеоролики. А сейчас как бы прям полностью перепрофилировалась, можно сказать. Ажиотаж есть, просмотры выросли, но когда все спадет и успокоится, то удержать аудиторию будет сложно. Непонятно будет, о чем снимать. Она полностью ушла от того, что делала раньше. Ну и еще пример вот у Ярослава. Пример того, что необязательно жить в другой стране, чтобы делать такие обзоры. Ярослав, допустим, пошел в магазин и снял обстановку в магазине. Какие там полки, пустые, не пустые, есть ли паника, ну и так далее. В итоге вот два ролика про коронавирус у него есть. И это одни из самых популярных роликов на его канале. Научные каналы снимают ролики про эту тему. Вот этот канал, мне кажется, он просто создан для темы коронавируса. Канал о науке и в основном именно о науке медицины, всякие заболевания и так далее. То есть ну просто прям попадание сто процентов. Ну и, конечно, результат здесь хороший. Если сейчас посмотрим по популярности, то миллион просмотров и самый популярный ролик на канале. Еще научный канал, это уже не только о медицине, но все равно решил затронуть эту тему. Тоже хороший результат, в среднем до 100 тысяч просмотров на ролике. А здесь ролик сразу полмиллиона просмотров. Давайте посмотрим еще, как можно обыграть тему для других каналов. Если вы делаете ролики о звездах, о актерах, если у вас портал о звездах, то вот можно связать тему коронавируса и какой-то знаменитости. Допустим, вот в данном случае рассказали историю болезни Тома Хэнкса. Для каналов, которые делают видео с ответом на вопрос «Как?», как сделать там что-то, то-то своими руками и так далее. Вот обратите внимание ролик «Медицинская маска». Смотрите, какая разница в просмотрах. В среднем тысяча, там две и сразу миллион. И таких роликов несколько, просто не буду сейчас показывать. Поверьте или посмотрите. Если набрать «Как сделать маску» и посмотреть, что происходит на канале, то, скорее всего, это один из самых популярных роликов будет. Если у вас какой-то бизнес-канал, можно сказать про идею для бизнеса. Допустим, вот здесь ролик «Дезинфекция как идея для бизнеса». Ролик старый, то есть он не сделан под сейчас коронавирус. Но, скорее всего, такой ролик может зайти. Возможно, он не наберет прям миллион просмотров, так как аудитория уже более узкая. Но, скорее всего, он может выстрелить. Вот еще пример. Девушка сделала ролик «Что делать дома, когда скучно на карантине?». Сейчас это актуальный вопрос для многих. Но, если смотреть и сравнивать, то ролик непосредственно о коронавирусе набирает больше просмотров. Но и такой ролик тоже имеет место быть. Он тоже выстрелил и, несомненно, больше набрал просмотров, чем другие ролики. Ну и еще пару примеров. Это уже, скорее, не про статистику, а просто накидываю вам идеи, что можно сделать, как обыграть в какой-то конкретной ситуации. Много видеороликов с юмором. Вот, допустим, данный видеоролик хорошо бы зашел для канала, который говорит о отношениях. Давайте немного посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Ну и так далее, в общем, имейте ввиду, ролик нашла в Фейсбуке, но в Ютубе, мне кажется, хорошо бы зашел. И классно, что он снят прям специально. То есть это не какой-то переделанный ролик, а прям ребята постарались, делали сценарий, сняли все и так далее. Вот. Ну и еще хотела бы сказать, что сейчас много всяких активностей проводится в связи с тем, что многие сидят дома и, соответственно, нечем заняться, все лезут в интернет, можно получить большое количество просмотров, подписок, лайков и так далее просто только на этом факте. Вот как одна из активностей запустился проект. Каждый вечер актеры известные будут читать сказки по вечерам. В общем, сейчас в целом благоприятное время для любой интересной активности. Следующая актуальная тема сейчас – курс доллара, евро по отношению к рублю. Ну, в основном, конечно, благоприятная тема для каналов про инвестиции, про деньги. Давайте посмотрим, что происходит на этих каналах. Вот, как один из примеров. Если посмотреть, то просмотры выросли. Здесь и 200 тысяч просмотров есть, 30, 40. А раньше, если прокрутить немного назад, то тысяч 4, 6, 11. Ну, в общем, рост явно заметен. Следующий канал – про экономику и инвестиции. Здесь тоже все хорошо. Ролики выстреливают. 150 тысяч, 250 тысяч, 260 тысяч, еще 250 тысяч, ну и так далее. И если прокрутим немного назад, то таких сильно выстреливающих роликов меньше. И в среднем набирают они просмотров меньше. Вот тут, например, девушка пытается делать ролики про кризис, обвал рубля и так далее. Но скачков с просмотрами не наблюдается. Хотя, до мой взгляд, довольно хороший канал, хорошо преподносится информация. Здесь сложно сказать сразу, в чем проблема. Нужно как-то более глубоко погружаться в аналитику. Все время что-то происходит у знаменитостей. Кто-то разводится, женится, снимается в каком-то фильме, ну и так далее. Выходит песня. Вот. Понятно, что эти темы все время благоприятны для тех каналов, кто говорят о жизни знаменитостей, какие-то порталы о звездах. Вот. Это мы сейчас не будем рассматривать. Рассмотрим другой пример, что еще можно сделать с такими темами яркими. Вот, допустим, канал психолога. И она берет темы Джигана и Оксаны развод. И еще она взяла довольно громкую тему сухой лед в бассейне, где там потрамились люди. И обыгрывает ее. Допустим, вот ролик с Оксаной и Джиганом. Вероника рассказала об этой теме с точки зрения психолога. Предположила причины развода, что, скорее всего, жизнь, которую ребята показывают в интернете, и то, что происходит на самом деле, она сильно разнится. Ну вот. Ну, опираясь на свои какие-то догадки и опыт в сфере психологии, вот. Ну и мы видим, что видеоролик про развод и видеоролик про бассейн — это самые популярные ролики из последних на ее канале. Ну и последнее, о чем мы поговорим, это Little Big на Евровидении. Напишите, кстати, как вам клип. Мне понравился очень. Вот. Клип сам Хейпану набрал какое-то нереальное количество миллионов просмотров. Вот. Плюс еще сейчас закрывают Евровидение из-за коронавируса, и это можно тоже как-то обыграть. В общем, что мы видим на YouTube, в основном делают ролики с обзором клипа, то есть смотрят сам клип и показывают какую-то свою первую реакцию, комментарии и так далее. И очень много зарубежных блогеров делают обзоры, что довольно необычно. Вот здесь мы видим девушка англоязычная, сделала ролик про Little Big. Вот. Ролику всего два дня, 128 тысяч просмотров, но в целом мы не наблюдаем такого прям большого скачка, то есть есть и, в принципе, больше просмотров на канале. Еще вот этот парень сделал обзор. Здесь дела обстоят лучше. 60 тысяч просмотров по сравнению с другими роликами, но довольно много. Я раньше не видела этого блогера, не была с ним знакома, но он очень харизматичный. Еще есть челленджи. Формат больше, конечно, подходит для TikTok или Instagram, там можно получить больше эффект от этого. Вот. Ну и, в принципе, на YouTube, как мы видим, неплохо зашло, полмиллиона. Хотя, ну, в среднем гораздо меньше, да? Ну, в общем, все танцуют так, как в клипе, да? Можно сделать такой челлендж вместе со своими сотрудниками, как это сделали, допустим, PeopleTalk в портале о звездах, как только клип вышел, они все дружно станцевали. Ну, надо это как-то привязать, чтобы вашей аудитории это было интересно, если делать такой челлендж, потому что в PeopleTalk, это портал о звездах, и их аудитория в курсе новостей о Евровидении, и такое может хорошо зайти конкретно у них. Вот. Что произойдет конкретно у вас, нужно смотреть. Это канал музыкальной группы, и они тоже сделали обзор. Результат более чем очень хороший. Вот. Я уже устала это повторять, наверное, сегодня, но, в принципе, вы сами видите. Я думаю, что, ну, нет ролика даже близко из последних, по крайней мере, с такими цифрами просмотров. Можете попробовать тоже сделать обзор на этот клип, или, если вы, допустим, музыкальная группа, можете сделать кавер на эту песню. Что еще можно сделать для бизнес-каналов, допустим? Если вы школа английского языка, можно разобрать перевод песни. Ну, так вы и дадите пользу людям, и в то же время получите хайп на популярной теме. Ну что, мы посмотрели, какие можно получить результаты, порассуждали на том, что можно сделать, как применить ту или иную хайповую тему. Вот. И напомню о том, что мы разбирали темы, с которыми можно работать прямо сейчас. Прямо сейчас они на самом своем пике. Вот. Надеюсь, вам понравился ролик. Если да, поддержите, пожалуйста, нас лайками, комментариями. Вот. Ну и действуйте, снимайте, будьте на виду. Продолжение следует...